Субтитры создавал DimaTorzok В России не вводят на государственные уровни контроль за разведением, а из-за этого гуманная проблема бездомных не решается. Тогда можно в ваш комментарий по этой теме. Но можно в связи с малышевым субъявлением. А почему в России пожары все время, города затапливают водой? Почему? Почему? Мусор, свалки кругом огромные, километровые. Почему? Одно от другого делить нельзя, понимаете? Это все одна проблема. Что касается, конечно, животных, я иногда возмущаюсь, что некоторые наши известные люди так безжалостно комментируют события, в которых задействованы бездомные собаки и люди. Ну, вы знаете, я скажу такую вещь. Зачастую, а может быть даже в процентном отношении, в большем процентном отношении, люди сами виноваты во многом. Как бы провоцируют животных. Ну, всем известно, что собаки не любят пьяных. Ну, это известный факт. Это одна из ступеней провокации. Потом, вы знаете, нельзя сказать, чтобы государство не выделяло средства на то, чтобы животных как-то стерилизовать. Эти средства есть, но дело в том, что никто этим не занимается. Деньги получают и отмывают их, как бы, вы знаете, да? А животное проще убить, чем стерилизовать. Ну, и вот, так сказать, это одна из больших-больших, огромных проблем, мне так кажется. Во всем цивилизованном мире давно уже нашли способы, как можно регулировать взаимоотношения человека с бездомными животными. Неудивительно, что во всех странах Западной Европы эта проблема не существует. Вы можете сказать мне, что, ну, как же так, вот это, там, Франция, там, Англия. Ну, сравните Францию, Англию и Российскую Федерацию. Тут 20 Франций пометите, наверное, если не больше. Конечно, им проще это делать. И, в принципе, для этого, для этого нужна воля, нужна воля местных властей. Потому что одно дело, когда на уровне государства, на уровне федеральных властей выходит какой-то указ, там, какой-то закон. Совсем другое. Как это воспринимают люди, которые обладают властью в регионах? В маленьких поселках, городках. Ну, а сами люди. Вы же на себя взяли миссию, можно сказать, государства. Я никакой миссии на себя не брал. Вы не спасаете огромное количество. Я никакой миссии на себя не брал. Просто я люблю животных и по мере возможности я, как что, брал их для того, чтобы им жилось, наверное, немножко лучше. Попалось какое-нибудь животное несчастное. Вот, значит, помогу ему жить. Я ничего не планирую. Животные, которые у меня живут, они живут, доставляя мне какие-то минуты радости и хорошего настроения. Я совсем не миссионер. Я просто люблю животных. Причем это касается не только кошек, собак. Это вообще любого животного, любого живого существа. Ну, у меня есть такая возможность. У большинства людей вот такой возможности нет, к сожалению. И, конечно, вы понимаете, такая проблема, очень такая тяжелая для нашей страны, потому что, если начать всех критиковать, то люди, многих не хватает на жизнь денег, понимаете, просто. И брать на себя личный рот, пусть он даже маленький, ну, это в какой-то мере накладно. А я не хочу быть раздражителем этой истории, потому что я прекрасно понимаю, что большую часть забот должно государство взять на себя. В этом смысле. Большую часть. И не надо уповать на людей, на людей, которые живут на этой территории. Потому что у многих людей не так хорошо сложила судьба. И они не могут, исходя из этой ситуации, брать животного к себе домой или приютить его. Поэтому все это гораздо просто, гораздо проще. Организуется государственная организация, государственная по решению этой проблемы. В частности, в этой проблеме заключается в том, чтобы делать питомники, где содержат собак, ухаживают за ними. Питание их не такое дорогое, я вам поверьте. Это в принципе, в принципе, для государства это вообще ничего. Абсолютно организуется. Когда наше государство списывает долги, сотни миллионов долларов. Понимаете? А это касается... Это наши животные. Вот мы ратуем за то, что мы будем стоять горой за то, чтобы защитить каждого человека Российской Федерации. А животные – это тоже составляющая часть животного мира нашей страны. Огромных. Надо помочь этим. Они же... Понимаете? Элементарная стерилизация животных приведет к тому, что значительно снизится количество бездомных. Юрий Михайлович, почему тогда государство... Ну, вы мне это знаете, почему? Я же не государство... Ну, пока со следствием годами идет... Минуточку. Если бы я был член Государственной Думы или Федерации, я бы еще мог... Или я директор, там, не знаю, поселкового совета. Я абсолютно независимый человек, никакой власти не отношусь. Вообще. И почему? Это не ко мне вопрос. Я тоже... Мне очень неприятно это комментировать. И что такие случаи, действительно, такие случаи происходят, когда собаки кусают, там, детей, там, пожилых женщин или кого-то там. Но они кусают не потому, что они собаки, потому что у них зубы большие, а потому что их загнали в такую ситуацию, когда им есть нечего. В основном, это происходит зимой. А это понять же можно, почему зимой, потому что нигде кусочка не найти. Они же существа, они должны кушать. Ну, как... Ну, я не понимаю, это такой вопрос странный. Нет, ну, смотрите, два варианта. Или это отмыв просто удобный, просто годами не решается проблема, или это менталитет бороться строить потемкинские деревни, а не решать проблемы. Это все вместе взятое. Тут нельзя разделить то и другое. Потемкинские деревни и с тем, что все откладывается, откладывается, не принимают решительных мер. Вы знаете, вот сейчас вышли люди протестовать против свалок. Тут же зашевелились все. Местная власть зашевелилась, потому что понимают, что кресло начинает дымиться под ними. Но по собакам... А если бы люди не вышли, вот так бы продолжалось все. Но по собакам кто будет выходить? Вы понимаете, что... Вы выходили к нам даже... Я выходил, да. Но я выходил... Мы разве что на танки не подъехали. Ну, наверное, не очень заинтересованы вот эту тему там затрагивать. Эта тема, которая очень острая в нашей стране. Очень острая стоит. Мы, как государство, стараемся попасть и в какой-то мере попали, наверное, в цилизованный мир, где существуют четко выработанные законы. В любой стране эти законы существуют. Те, которые находятся западу от нас. Животное нельзя обижать. Животное имеет такие же права, как человек. Понимаете? А почему нельзя эти законы у нас применить? Если некому разработать такой закон, да спешите его. Просто спешите его и, так сказать, как бы подгоните его под нашу реальность и нашу действительность. Вот и все. А закон для того и закон, чтобы его выполняли. А кто не выполнял? Вообще нужно бы ввести такую экологическую полицию. Я бы сказал, и такую полицию, которая защищала бы животных. У нас вот много полицейских увольняют, там туда-сюда, сейчас там сокращения идут. Осоздайте отдел такой. Это будет экологическая полиция. У нас вроде бы что-то там такое намечалось где-то, я помню, несколько лет назад экологическая полиция, там что-то, и все это как-то заглохло, все это такое, все стало. Экологическая полиция очень нужна нашей стране и необходима. У нас идет страшная вырубка лесов, уничтожение пожара. у нас проходят, я не знаю, каждый год мы страдаем от пожаров, которые сгорает, золото горит, лес, понимаете? Неужели нельзя организовать полицию со всеми возможностями, с оружием, со всеми возможностями, с наручниками, со всеми делами? И ей, ой, как много найдется дела в нашей стране. Ну, согласны, абсолютно. И вот, они бы тогда бы, конечно бы, какую-то часть ответственности вложить на них, за то, чтобы они отслеживали тех, кто занимается убийством собак, во-первых, мать, ваворским. Вот, случаи, когда девочки там поджигали кошек, вешали их, он прогребил на всю страну. Почему прогребил? Потому что телевидение. А, ведь могли бы затоптать это дело. Это где-то там, далеко от Москвы, кто-то там где-то кого-то повесил. Это местные власти должны с этим разбираться. Но, тем не менее, учитывая то, что этот случай прогребил на всю Французскую Федерацию, поднялся, так сказать, волна протестов. Этих девочек арестовали и осудили. Вот. А сколько у нас проходит таких эксцессов над животными, о которых затаптывают где-нибудь там, на периферии местные власти, чтобы не шумело, чтобы ничего, чтобы их не трогало. Ну, что я могу сказать. Предложений очень много, хотя бы реально вот одно-два предложения, если бы их реализовать, было бы уже надо поэтапно идти, потому что насколько вот так вот давайте это, давайте это не получится. У нас мы живем в такое время сегодня. Время лет пять-шесть назад было еще благополучное, а сегодня уже время о том, как людей сохранить, понимаете? вот вам пожалуйста, сегодня ракетная атака произошла на Сирию. Вы же понимаете, это же не просто так. Тут многие могут сказать, и отчасти будут правы, слушайте, Юрий Михайлович, у нас тут государство в опасности, а вы тут про каких-то собак. Для меня это не какие-то, для меня это существа живые, понимаете? Поэтому я вот за них и болею. Ну, конечно, время очень неудачное, очень неудачное, тревожное. Ну, это вечный тем бытие порождает сознание или нет. Иногда сострадание больше рождается в смутное время у людей, потому что они сами на грани выживания, они больше начинают переживать знание. Ну, мне кажется, надо церковь как-то подключать к этому делу, ну, вы понимаете, сейчас многие ходят в церковь, всегда в церкви запомнены до отказа. Люди ходят на службы сейчас. Вот, как-то обратиться к батюшкам, чтобы они как-то помогали вообще. Ну, одна из возможных историй. А можно два шага спросить ваше отношение? Если, например, клиники, которые будут стерилизовать на льготных условиях, вступят в силу, потому что проблема, денег стоит стерилизовать. Послушайте, клиники, вы мне про клиники не говорите, я вдоль попер знаю. Там так сильно любят деньги, как нигде, наверное, как нигде. льготные, если заводчиков облагать налогами, а эти суммы направлять на льготных условиях. Слушайте, ну, это, наверное, больше в теме. Поверьте, я не в этой теме. Я, как бы, заводчики, я не знаю, кто такие заводчики. Те, кто разводит животных, будут наоборот на этом деньги зарабатывать. Облагать их налогами. А я теряю на этом деньги. Очень много. Проблема бездомных животных решается на Западе с помощью экономического ручега. Там вводится налог за нестерилизованное животное. Не стерилизуешь, платишь налоги. Стерилизуешь, не платишь. А в вашей среде, среде известных людей, много вокруг вас людей, которые на вашей позиции? Я не знаю. Я могу знать, сказать, что людей много, у которых есть животные. Но насколько они, у них есть решимость дать интервью, и у них есть время или желание. За это я не могу отвечать, просто я не в курсе. Я знаю моих коллег, они как-таки в этом смысле пассивные люди. Но это в принципе политика. Это целая политика, понимаете, по отношению к животу политика. Это надо проявлять какую-то энергетику. Но они свою энергетику проявляют на сцене. А потом уже не хотят ни к чему относиться серьезно. Но их за это судить нельзя. я понимаю всю эту историю, я это вижу, этих собак несчастных, мне жалко. Я всегда, молю Бога, скорее бы лето, им хоть что-то будет покушать, где-то от чего-то. Зимой вообще мало того. А вы видели, у нас в этом году забили чердаки для голубей, они остались вообще на холоде. Мы столько сражались, кто вот? Голубей? От голубей закрыли теперь чердаки. Что закрыли? Чердаки. Вышел приказ, перед голодью не могут зимой спасали. Что тут удивляться, в такой огромной стране есть разные люди, воспитать их невозможно, это уже оконченные люди. Как с ними поступать, это суд должен решать. Но я резко категорично отношусь этим людям, отрицательно совершенно. Ну и так, понимаете, они оттачивают свое мастерство на животных, потом пойдут людей бить, убивать, там, за кошелек, за что угодно, за батон хлеба. Это же уже совершенно падшие люди. У них морали никакой. Может быть, единственное лечение это психическая больница для психбольных. Я считаю, что это люди ненормальные, потому что нормальный человек не может воспринимать животное, как врага. Вы против жестокости в цирке? Против чего? Против жестокости к животным в цирке. Во всем мире, 50 стран мира закрыли цирки к животным, полностью запретили. Именно по причине жестокости к животным. Я в цирк не хожу и не ходил и в детстве. В цирк вообще не люблю. Просто не люблю цирк. Пару раз выступал. Не только дрессуру, но и другие жанры. Вообще никакие. Цирк не люблю. Вы понимаете, не люблю цирк. Но я не знаю, почему. Так сложилось. Я несколько раз выступал концерты, у меня были в цирке несколько раз. И я сказал, что никогда больше я выступать там не буду. Там, во-первых, идет вонь такая, знаете, такой запах животный, действительно, вот такой нехороший. Поэтому, а как там ведут себя и они с животными, я понятия не имею. Но по своей же воле они не выйдут на арену. Ясно, что это невольники, рабы. Но вы на эту тему никогда не сталкивались? Бррр, я не сталкивался. Не сталкивался. Я вам пишу потом ссылки на фильмы, на этот, документальный, где мы сняли. Ну там жестокость очень. А где они есть? Я думал, вы просто что вы знаете. Откуда я могу знать? Вам огромное спасибо за то, что вы есть, за все, что вы делаете. Спасибо. за все проекты с вашим участием у нас их много было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok